Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Энто! Не буди! Абсолютно такое! Мы! И? Добро пожаловать! Да, добро пожаловать! SDC UK 22 Round 2 Competition, который будет состоять из 7 карт Насколько я помню Да, всего карт, начиная с 21 по 27 Это вторая карта из большого такого competition И она проходила с 8 мая по 15 мая Мы немножко задержались обзором, но что поделать Судя по информации о карте Она содержит кучу всякого оружия Гранаты, рокет, плазму, машин ган Есть перчатка, которая есть Есть вроде насыщенная такая карта С кучей оружия, с кучей всего Да, я думаю, перчатка добавляет Прям, знаешь, комбинации Взаимодействия оружий Перчатка и машин ган Очень такие колоритные на этой карте Ну ладно, я карту почти не играл В плане, что я ее играл, но я ее не затрачил Да-да, давай ты попробуешь дойти до финиша А Enter потом покажет нам нюансы Ну, нам дают две гранаты Ну, опять же, мы здесь не кидаем камни в огород Кто хочет послушать камни в огород Пожалуйста, милости просим на стрим Это у нас кнопки Я зря, да, использовал Наверное Ну, ты можешь даже пройти без них Ну да В общем, то, что это кнопки Тоже не сразу Можешь включить там триггер клипа Показать, если что Блин, у меня нету Что, бинда? А триггеры клипа? У меня нету файлов даже О, а здесь граната, кстати Прикольно В смысле, каких файлов? Если у тебя и ДФИ, там можно команду включить Ну, чтобы они были не мерзкие А, ну, хоть какие-то они, блядь Ну, ладно, пока не шибкая Важно В общем, здесь гранаты с двух сторон У нас есть три ракеты Нам надо, очевидно, наверх Ну, давайте Заберемся наверх Не получилось Все, у тебя ничего нету Ракет нету Больше не дадут Ясно Ну, да Проходи сначала Нет А мне две хватит? Файлов Если очень хорошо словишь, что хватит На, виртузывайте слоя Ладно А у нас не ДФМА, да? У нас вроде бы нет Надо переводить Давай перевод А, у тебя был ВОД Если не хочешь Да, да, сейчас Буду Где? Я уже напишу А я уже написал Здесь Дима Так, ну давай Мы Старт подразобрали Давай я Ногу Залечу Не будем мучить Зрители, так сказать, еще Димок много Так, здесь мы вылезаем Нам дают Плазму Одну штучку И Вообще Я кину Один камень в огород Кнопки Или Какие-то элементы С которыми Можно взаимодействовать Не очень Очевидные На этой карте Потому что Сюда мы стреляем И нас кидает На 500 Откуда мне знать Что это не просто Дизайн Еще и Пикстура кнопки Какая-то Непонятно Ну, в общем Ладно Нам дают Значит, нам Одну плазминку Добавляет нам 500 скорости Вне зависимости Кстати, да? То есть Если 500 Он Он прибавляет Он прибавляет Скорость Просто он прибавляет Только в одну сторону Как бы Было 500 Стало 1000 Было 0 Стало 500 Значит, плазминку Дальше Здесь у нас Павод Отбирает у нас плазму И видим мы Что есть Об Вот тут даже Подсказка Рл плюс ПГ Стало быть Рокет плюс Плазма Нам дали Рокет Нам дали Плазму И Собственно Выглядит Это Выглядит Это так Что Нужно Кинуть Ракету И проплазмить Можно 2x Вылетаем И сюда Сверху Есть Зачем-то Рампа Дарья У нас Такой Змееобразный Спуск По Рампочкам Комната Похожая На Старт Все Пропрыгивается И дают нам 2 гранаты Видно Что Куда-то Нужно Далеко Наверх Поэтому Мы можем Таким образом Почти Далеко 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 Вот и все Вот и Финиш А может А сбоку Нельзя Вот эти Все Моменты А здесь Еще Можно Сделать Остановку И взять О Подожди А здесь Нет Не знал Нет Нет Клюш Ты Карта Прохожил Да Проходил Но я ее Прямо Так Не Смотрел Это Мне Я Вообще На Этой Неделе Нет Надо Укловить Наверное Не в Кнопку А Из-за Того Что Ты Попал Наверное В Кнопку Она Просила И Не Ставился Не Знаю Ну и Собственно Финиш По Этим По Стенкам Стрелять Нельзя Что Еще Могу Заметить И Есть Скайбокс Ну и Все В целом Из Такого Что Очевидно Здесь Можно Кидать Одну Гранату Например Наперед Вторую Таймить Как-то Но Потом Залезать Наверное Не Очень Удобно Наверное И Все Я Больше Ничего Наверное Не Скажу Поэтому Давай Ты Уже Со Взгляда Окей Человека Короче Если Так Что Сказать Во-первых На старте У нас Две Гранаты Причем Вот Я Умер Появился Мне Гранаты В руку Не Это Это Очень Раздражает Потому Что Я Появляюсь Мне Нужно Переключаться На Гранату Скидать Ее Если Что-то Не Получилось Опять Нужно Переключаться На Гранату Мне Нужно Раздражает Но Ладно Что Поделать Старт У нас Находится После Гранаты То есть Кидать Гранату Туда Очень Невыгодно Потому Что Тратим Время То есть Нужно Где-то Вот До Старта Мы Кидаем Гранату Из Гранаты Пытаемся Завлететь На Мяч Вот Долетели Здесь У нас Кнопка С Этой Кнопки Можно Либо Ускориться Вперед Ну Изначально Для Большинства Я так Понимаю Народу Скорее всего Будут Стрелять Гранатой В эту Кнопку А потом Четыре Ракеты Есть Например Две Или Не знаю Сколько Пустить В ту Стеночку Обогнать Ракеты И сделать 2х Чтобы Залететь Вверх Вот Здесь Гранаты Для тех Кто Не Смог Для Меня Ой Все Словлено Плохо Вот То есть Но Если Ладно Сейчас Если Чтобы Ускориться Чтобы Быстрее Туда Наверх Залететь Можно Попытаться 2х Где-то Вот Здесь Вот Таким Образом На старте Я так Понимаю Два Варианта Либо С Ракеты То есть С Гранатой Ты отстреливаешься От кнопочки Разгоняешься От Этой Стенки Вверх Либо От Этой Стенки Вверх Или от Пола То есть Я проходил Как То есть Как-то Так Эх Попс Ловил Ракета В общем Таким Вот образом В идеальном Случае Если Ловится Здесь Очень Хорошо Вот Рокет Который Мы Запускали Мы Здесь Залетаем Из Двух Ракет То есть 2x Здесь Один Здесь И у Нас Даже Одна Запасная Застается Нам Хватает Высоты Чтобы Туда Залететь Но Это Прям Нужно Очень Постараться И Очень Хорошо Словить Эту Штопу Сейчас Я Забезу Туда Ну Не Самый Простой Роуд Естественно Энтер Легких Путей Не Ищет О Звук Даже Рокет Остался Да А Дальше Вот Предлительно С этой Скоростью Мы Бежим Пристреляем Плазминкой Сюда Здесь Немножко Удивительно Сделано Сначала Дали Одну Плазму Я Вообще Не знал Что Это Кнопка Я Здесь Делал Буст С Буста Пытался Дальше Подходить Дальше Вот Здесь Где-то Находится Тригер Который Нам Дает 45 Плазмы 44 По-моему Даже Плюс Один Вот И В общем Эту кнопку Я случайно Замесил Стрельнул Она У меня Хотел Залить Там ГБ А тебя Толкнуло Ну По типу Того Да В общем Здесь Мы С этой Скоростью Которая У нас Здесь Есть Мы Пытаемся Разгоняться И Плазмить Вот Эти Стеночки Здесь Два Варианта Легко По По левой стеночке Потому что Это Физика CPM И Как бы С левой стенки Направо Заворачивать Удобнее Чем Стран В общем Плазмим По стеночке Не Медоплазмим То есть Со скоростью Которая Здесь Дается Это В принципе Не сложно Делается Вот Здесь Здесь Ну По крайней мере Физике ВП3 Удобно Здесь По стеночке Плазмить В физике CPM Если Очень Постараться Здесь Можно Сделать Граунд Буст То есть По От стеночке Мы падаем Здесь Делаем ГБ И летим Туда Можно Делать Без Буста Просто С плазмы Мы Вылетаем Отсюда Заворачиваем Прыгаем Сюда На Краешек И Спокойно Перепрыгиваем Ява Потому что Скорости Там Две С Полиные Тысячи И Должна Плата Сейчас Даже Попробую пройти Эх Мало Угол Кривая Почти В общем Чуть Чуть Получу Угол И Мы Просто С Пушка Можно Переплюнуть Это Стоп Однако После Того Как Мы Сюда Приземлились У нас Мы Делаем По-моему Здесь Два Пружка Получается Чтобы Туда Завернуть И Перепрямо Слова То есть Чтобы Найти Да Можно С одного Крыжка Туда Завернуть Но Для Этого Нужно Бустануть Обязательно Без Буста Топ 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 Очень Тяжело Без Буста Сделать Дальше Было Очень Непонятно У Куча Людей Как Вообще Проходить Чего Это Такое Просто Падаешь Здесь Ничего Не Дают Если Оба Выключены Ты Даже Не Знаешь Что Что Здесь Что Надо Делать Стрелочка Вверх Как Подниматься Неизвестно У нас Все Добрали Да Кстати Кто Не Успел Заметить Вот Здесь Находится Триггер Вот Такой Через Систенку Который У нас Все Отбирает То Есть Я Вы Видели То Что Я Сохранил Один Рокет Там На самом Начале У меня Его Отобрали Теперь Я Могу Завязать У меня Только Ваншинга Остался Вот Поэтому Нужно Этот Рокет Юзать Где-то Вот В этом Месте От От Старта До Вот Этого Триггера Вот Дальше Мы Упали Видим Рокет Лаунш Плюс Плазма Ган И Стрелочка Вверх Наверх Как залезть На старте Долго Думал Ничего Не Придумал Здесь Гранаты Если Здесь Гранаты Завязать И Все Прыгаем Ничего Не Происходит Портал Наверх Я Надеюсь То Что Здесь Можно Сделать Вов И Подпрыгнуть Я Изначально Думал То Что Здесь Можно Как-то С Вов Наискосок Может Быть Это Что-то Даст Это Ничего Почти Не Дало То Смысл В чем Прикол В том Что Рокет Дают Самом Верху То Я Делаю О Нажимаю Кнопочку Вперед Вгнусь Головой Потолок И У потолка Есть Триггер Который Мне Дает Две Ракеты И 50 Плазмы То Для того Чтобы Пройти Дальше Нам Нужно Обязательно Дариться Головой Потолок Упасть Вниз И С Плазмой Залететь Туда И Звоп Он Уменьшает Скорость Вертикальная Поэтому Я Позже Немножко Ударюсь В потолок И Как Следствие Чуть Потеряю Время Поэтому С обычным Овом Получалось Быстрее Ну В общем Выглядит Это просто Мы Делаем Оп Бьемся Собираем Рокет Может быть Это два И пытаемся Эти две Ракеты Словить Сейчас У меня Было Три Потому Что Я Два Раз Головой Бился Сейчас Должно Быть Два Эх Зацепили Наш Гот Триггер Сейчас Так Триггер Технически Можно Здесь же Проходить Рокет Заранее Стрелять То есть Сразу После Получения Потом Пытаться Его Словить Это Может Быть Быстрее Но Здесь Сложный Нюанс Потому Что И Так И Так Надо Смотреть Потому Что Получается То Что Ты Если С двух Ракет Проходить Два Рокета Выстрелил И Пока Они Летят То Здесь Один Второй Ты Перегоняешь И Приземляешься На пол И Ждешь Не знаю Доли Секунды На Два На Три Четыре Пока Они До Тебя Долетят Только Потом Плазмишь Если Рокетом Выстрелить Заранее Ты Прямо С прыжка Можешь С этим Рокетом Вылетать И Как Б Меньше Времени Экономиться Но Не знаю Быстрее Или Нет Мои Показалось Чуть Быстрее Да И Попроще Ловить То есть И Второй Рокет Можно Вот здесь Например И Я Проходил Так Мне Показалось Вот здесь Вылет Лучше С ракетой Потому Что Если Смотреть На Дистанцию На Высоту То есть Я Определялся На какой Высоте Где-то Надо Стреливаться И С ракетой Потом Заворачивал Сюда Здесь У нас Имеется Вот такая Штука То есть Рампа Наклонная Здесь Есть Несколько Способов Прохождения Первый Это Мы Плазмим Очень Как можно Ниже Лететь Прямо Надо Вот этой Штучкой И Вот здесь Выворачивать Туда Технически Мне показалось То Что Здесь Очень Большое Расстояние Я Старался По низу Проходить Кто-то Наоборот Проходил Через Верх И Путем Того Что Очень Быстро Здесь Летел Бился Головой У меня Вниз Скорость Была Хорошая И Получалось Быстро Не могу Сказать Как Лучше Мне кажется Через Низ Быстрее Здесь Очень Сложный Трюк На самом Земле Как Ты Здесь Улетаешь Потому Что По-хорошему Нужно Очень Физики СПМ Нужно После Полета Вот Таким Кругами Наматывать Прыгать По Рампотикам К сожалению Это Не так Просто Потому Что Сейчас Я Проходил И Зацепил Немножко Пол К сожалению Это Плохо Так Делать То Есть Вот Этот Пол По-хорошему Нужно Перепрыгивать С той Рампы И Все Зависит Немножко От Скорости От Того Как Ты Вырыл Как Ты Заворачиваешь Сколько Скорости Сохраняешь На Поворотах В общем Как И Дальше Дальше У нас В физике СПМ Здесь Рампа В Кудре Здесь Рампы Нет Здесь Вот Здесь Находится Кнопочка Ну Я не знаю Будем В Демке Смотреть Увидим В Кудре После того Как Приземлились Здесь Попрыгали Мы Стреляем Вот В эту Кнопочку Она Подкидывает Типа Как Джампад И Летим Дальше В СПМ Мы Просто Делаем Даблджамп И Прыгаем По Эти Мещики Вот Здесь Находится Триггер Вот Здесь По Полу Который Нам Дает Две Гранаты Две Да Прохождение Дальше Имеется Вообще Много Вариантов Вариант Номер Один Это Сейчас Как Что там А Мы Стреляем Рокет Сюда Стреляем Рокет Сюда И потом Ловим Эти Их Оба То есть Как То есть Один Из Вариантов А Если Чай На Докон Нажало И Протонулся Ладно Сейчас Доберем Быстренько Вот Вариант Номер Два Это Когда Мы Не От Второй Гранаты А Пытаемся Ну То есть Первая Граната Взрывается По таймингу Вторая Взрывается По кнопку И мы Влетаем Второй Вариант Когда Обе Гранаты Взрываются По кнопке То есть Для Этого Нужно Встать Каким То Таким Образом И Вот Так Вот Вылететь То есть Вроде Не сложно Единственная Проблема В том Чтобы Точно В пиксель Встать Чтобы У тебя Первая Граната Которая Здесь Есть Она Точно Врезалась После Отскока Потому Что У нас Очень Маленькие Получается До Сих До Сих Ну Маленькое Расстояние Которая Прыгает Поэтому Не Всегда Точно Однако Это Быстрый Вариант Просто Зажимаем Просто Два Раза Вот Так Стреляем И Влетаем А Третий Вариант Прохождения Это Через Верх То есть Как Вуди Показал Можно Встать Где-то Между Вот Этой Пимпочкой И Вот Этой Сюда Посерединке Кидаем Гранату Вверх Потом Куда-то Сюда И Они Приблизительно Должны Врезаться Одновременно Вот По типу То есть Раз Два И Две Гранаты У вас Ловили Для тех Кто Не хочет Эти Гранаты Ловить Или Что-то Подобное Не знаю Как это Делается Можно Просто Одну Гранату Можно Можно Вообще Гранату Сюда Сюда Можно Даже Дать И Скопки Да Просто Заплазмить Наверх Здесь После Как Поднялись Здесь У нас Плазма И Подъем Вверх И Здесь Снизу Мы Видим Дж Джамп Хоп Как Мы Можем Прыгнуть Плазмить По одной Стеночке По второй По третьей И Головой Беремся В рамку Вылетаем В итоге А И Еще Самый Сложный Путь Это То есть Вот Из тех Вариантов Которые Я показал По идее Второй Вариант Вот этот Вариант Он Быстрее Чем Вариант Когда Я Стреляю Сюда То есть У нас Получается Раз Два И Два Взрыва Вариант Вот этот Вот Через Верх Приблизительно Такой же По времени То есть Я не знаю Есть ли Там Разница Но Мне кажется Чуть-чуть Сложнее Точку Взрыва Гранаты Они Чуть-чуть Более Рандомно Взрываются Вот Вот эти Два Варианта Вроде Самые Быстрые Но Есть Еще Быстрее Вариант Если Мы Пытаемся Гранаты Как Сать При Преланчи Сделать То есть Заранее Запустить И попытаться Их Как-то Словить Это На самом Деле Очень Сложная Штука Но Экономит Она Дофига Скорее Если Какой-то Топ Будет Так Проходить Я Приблизительно Покажу Какой Способ Я Нашел Для Этого Прохождения Учитывая То Что К сожалению Гранаты Даются Вот Только Здесь Я Не могу Вот Отсюда Гранаты Пустить Было Б Неплохо Но Приходится Сначала Играть Здесь И Потом Только Стрелять И В таком Случае Я Долго Мучился Как Лучше Стрелять Там Не знаю Об Стенку В Пол В Как Как Тайнить Чтобы Взрывались Сейчас Попробую Показать Как У меня Получилось Найти Надеюсь У меня Получится Пройти Ну Это Ты Мастер Гранат Должно Получиться Приблизительно Одинаково Но Опять У меня Не Получилось Здесь Нормально Пройти Сделать Чтобы Быстро Было Здесь Скорость Не Хватает Во Нормально Ну Почти В идеале Как я Делаю Ну Я Свою Логику Покажу То есть Я Зажимаю Пилу И Целюсь Куда-то Вот В этот Уголок То есть Первая Граната Вылетает Вторую Я Точно Так С Выстрелом Пилю Куда-то Вот Сюда Вниз То есть По идее Вот Куда-то В это Место Получается Она Расстреливается И Она Тоже Укол Стеночки В результате Получается То Что Они Обе Привязательно Одно Время Сдрываются Сейчас Попробую Еще разок Главное В этом Случа Чтобы Сюда Был Гранат Прилететь Все Все Кубики Иначе Ты Здесь Прыгаешь И Ну И Вот Этот Способ Ловли Гранат Ломается И Все Плохо Еще раз Покажу Что Лучится Во И Плюс Еще Вот В этой Штуке В том Что Не Нужно Здесь Ждать И Таймить Когда Они Взрываются То Я Просто Прыгаю Прыгаю И С прыжка Плазмлю Вообще Идеально Они Ловятся И Отличный Запад В общем Очень Хорошая Штука Я Так Походил Но Единственное Не Всегда Эта Штука Ловится И Опять Же Рандомно Можно Не Словить Ничего Дальше Здесь У нас Просто Три Стенки К сожалению Вот Эти Штуки Они Вообще Не Плазмятся То Нельзя Здесь Пройти Нельзя Здесь По Стеночке Заплазмить Приходится Менять Стенки Переднюю Заднюю Переднюю Заднюю Ну И Да Переднюю А Это Уже Дальше После Того Как Мы Ударились Головой Плазмем Не надо Извращаться С какими Нибудь Вот Таким Штукой Чтобы Их Ловить И В общем Ловиться Вроде Все Нюанс Попробую Сейчас Еще Нюанс Воку-3 Я Наверное Попробую Пройти Просто Здесь Не Преплиял Почти Почти Да Воку-3 Я Что Делал Я Сохранил Ракету В самом Начале Которую Я Показывал И Этой Ракетой Выстреливался Вот От Этой Стеночки То Есть Мне Показалось И Вроде Так Что Если Здесь От Ракеты Влететь Вот Так Наискосок За Два Прыжка Это Быстрее Чем Сначала Плазмить Вот Сюда А Потом Отсюда В 4 Прыжка Прыгать Туда То То Это Экономило Намного Больше Чем Использование Ракеты Где Небудь На И делаем вот эту всю штуку, когда вот здесь мы вылетаем, здесь у нас находятся две рампы, одна вдалеке, вторая поближе, и вот эта рампа более выгодная, потому что она чуть ближе, удобнее на ней приземляться, и из-за этого желательно против часовой стрелки крутиться, а не подчасовой, здесь не очень хорошо получается, и чтобы крутиться против часовой, естественно, выгодно с левой стороны заходить на вот эти рампочки, и для этого выгоднее вот сюда было прыгать, на счет вопрос с этой стороны. Тарана слишком сил, а она была сектором. Ну, перестраивать сторону, это, конечно, не самое приятное дело, когда ты проходил слева-слева, а тут вдруг выясняется, что нам справа. Да, но по факту там не сложно, там, после того, как ты сделал газ-буст, простенько все это делается, вывернусь, что направо-сналево. Так, ну ладно, в принципе все, дальше мы плазмим, бьемся головой и финишим, больше ничего не надо, единственное, после удара головой желательно кнопку назад зажать, чтобы задом назад, не знаю, стрейдить или меня, ну давай дойдем до финиша. Раз, два, три, три стенки, кнопочка назад и стрейдим. Либо можно развернуться, пытаться просто запретить. Вроде бы все, что об этой карте сказать. Очень интересная, хорошая, динамичная карта, скоростная, я по ней поиграл, она мне понравилась, то, что гранаты нужно при ланч делать, это хорошо. В уку-3 она практически больше ничем не отличается, здесь все, в принципе, то же самое с вот этими рампочками в уку-3, так как здесь нету заворотов, приходилось просто. то есть мы залетаем, падаем, здесь прыгаем на одну рампу, прыжок, тут на вторую рампу, прыжок, на третью рампу. То есть, короче, вот таким вот образом просто постели. Ну и в принципе все наверху. в уку-3, коз, две минуты. Интересно, что тут можно делать две минуты. Он не залетел наверх, плохо гранату стоил. Здесь он прерокет не пускал, тоже с гранат. Получилось у него. Трех ракет залезает наверх. Про плазму он узнал. Эх... Уголок тоже не очень правильный. Смысляет плазмы и даже падал вниз. Для таких случаев я бы посоветовал попробовать видбокс включить. Хотя это очень сложная штука. В общем, получится потестить на каких-нибудь плазмокартах, выставлять правильный облайн. Ну да, это же в целом практика просто нужна. Тут не надо выдумывать велосипедом какие-то опорные точки, на мой взгляд. Нужно просто, во-первых, знать хороший угол. А потом уже можно найти себе какие-то вспомогательные средства. Давай облегчить жизнь. Ой, козы. Давай. 2x или 1x. Вот. Успел переключиться. Разберевать. Наверх. Ударился головой оборонпу. Вторую рампу. И тоже СПМ надо крутиться. Он знает вообще что-то. А, это в кудре. Чуть-чуть что-то я испугался. Думаю, что ничего не так. Думаю, в себя физику смотрим. Так, ну раз. Там одну направо. О! Интересное решение. Да, интересное решение. И не получилось. То есть я одну вниз кинул, одну направо и наискосок. Ну, вроде как можно так. Но, не знаю, мне показалось, что это немножко неудобно. Да, здесь можно подобрать две. Зачем он так вообще попытался сделать? Не знаю. Ну, он нормально играет, я его знаю. Просто он дурачится. Я его наругаю, чтобы он больше таки покидан денесло. Поздно ты переключился и ничего не получилось. Видимо, это первый демк он даже не знал то, что сбоку нельзя плазмить. Он пытается плазмить только как на стеночки. Ну, он скорее плохо изучил карту. Карту-то он знает. И он и про опыт отзнал, он же на него прыгал сразу. Он скорее плохо изучил карту. Тихо. Наконец-то. Все, коза, отстань. Дурак. Две минуты, блин. Вот что присылал. Так, кузлях. Сук туфкар, да? Полторы минуты. Возвращение кузляха. Влад, зачем ты гранату после триггера старта кинул? Не знаю зачем, потерял две секунды. Да, это... Не знаю. Может, он не заметил, но таймер уже шел. И если таймер идет, а ты ничем не занят в это время, это называется... Как? Потерял время какое-то. Ну да. Так и должен. Хотел... Хотел какое-то понятие вывести, но это не смог. Здесь проблема в том, что нужно нажимать кнопку вперед прямо сразу после оба. Если ты задержишься на чуть-чуть, то ты головами наришься и не пройдешь. Поэтому у них проблемы у народа, это что они слишком рано нажимали кнопку вперед и прыгали в общем. Когда нужно... Ну... Получился почему-то... Ну, не получался в общем. Вот здесь эта кнопочка, он даже про нее не знал. Вот. Потому что эти кнопки даже не понятно, что это кнопки. Да, и то, что в нее стрелять надо оказывается там этим. Да, да. Было бы какая-нибудь, не знаю, рельса и подсвечено ярким красненьким, то что в нее надо пальнуть. Было бы, думаю, больше понятно. Ну, такие вот у нас мапперы. Что поделать? Ну ладно, карта классная. Классная? А геймплей кто делал? Там же три маппера вроде, да? Эээ... Правильно? Давай следующую демку. Канин? Ватикан? Ватикан сити, неплохо. Ага. Минута. Минут 07. Интересно, это кто-то новенький, Канин? Кто это? Роял Канин. Нет? Кто? Роял Канин. Нет, а что это? Я не знаю. Что это? Кормлю собак. Который пудает. А-а-а. Слушай, а посмотри, может что в Ватикане делается? Может это разраб, так сказать, собачьего пудра? Не знаю. Вот, кстати, с ракетой, да? Одну ракету засеялся? Да, да. А с двух ракет. Получилось. Оп тоже нормально словил. Очень далеко, мне кажется, ракет выстрелил. Чуть-чуть не зацепил триггер. Надо было чуть-чуть пораньше. Там помещают тоже, здесь не у нас куда стрелять. Такой вот прыжок. Здесь тоже прыжок. Найдет он. Да, нашел кнопку. И здесь тоже интересно, как он будет проходить эту гранату. Со мной проходил и запрыгаем. Со вторым облом. Мммм. Не нашел второй облом. Он, да, второй облом не нашел. Просто гранату проходил. Ну, тоже, тоже как вариант. Почему нет? Очень даже. Очень даже хорошо. Хэппи. 1.04. Я что-то думал, что там повыше будет. Вроде раньше у меня демки повыше были. Здесь тоже зачем-то гранату закидывал вперед. Да, очень странно. Как бы даже, допустим, там нету даже, там не будет кнопок по бокам, да, на стенах. Но это все еще странно. Почему бы тебе со старта не сделать, типа, circle с гранатой. Ну, не знаю, да, это как-то. Недоработки по роутам. Ну, с опытом все научится. А, вот здесь гранат убрал с гранатом. Ага. Чуть-чуть не зацепил, кстати, этот фигер. Даже ракету использовал. Здесь я не показал то, что перед влетом на вот эти вот рампочки у нас отбирают все оружие. То есть в идеале можно было и плазмой ракет цифровать, но все так не было. Поэтому не получится их заезжать. Так, он использовал все. Раз, два, три стенки. Эх. Радио Куала, минут 02. Тоже наперед. Хотя, вот здесь, в этом случае это нормально, потому что у него не шел. Да, он не шел. Здесь он... Ааа, кнопку не нашел. Ааа, здесь он граната плюс ракет использовал, поэтому... В принципе, все... С2Х. Да, с 2Х. По углу. Вокурит речи посложнее, потому что переключается оружие. ну да больше там пока переключится обидно я думаю а представляешь как этим людям обидно они старались они делали а потом оказывается там где-то кнопка есть не на это много раз вот говорят видишь даже я не буду читать не будем акцентировать так пашка 58 9 не так тебе нужно выше до 1 демка из минуты давай поговорим о том что тебе обидно и обидно что ты например не дожал или что или ты не нашел кнопку и проиграл поэтому я если честно не помню даже какая разница была с первым местом секунду по-моему я использовал 1x в утре хотя 2x вроде бы не было чуть-чуть возможно лучше бы я 2x использовал а здесь ну еще увидим так кнопку нашел нашел кнопочку крата через верх сада граната и освощи рано взял прыжок до рановато не дожидался гранату и хороший финиш рейвен 5 на 400 перебил пашку награды заранее очень хорошо ракет наперед по левой стенке почему то есть возможно чтобы к этому к приземлиться но не показался до чуть-чуть медленнее и один рокет вообще не использовал да вообще не использовал там на самом деле сложно использовать наверное да просто по стеночкам по рампочкам попрыгал кнопочку не нашел потерял сколько-то секунд секунду три наверно с одной гранаты залетал наверх да да с оба с оба с оба я уже думал финиш 58 в конце он очень много времени потерял из-за этого он бы много выше был ну с одной кстати сложнее заметить на самый верх с одной гранаты и прямо зерна словить с другого там от проще так мы пока видим отличное прохождение от томми между прочим на 2 секунды быстрее чем у рэйвена тоже были близкого то очень близко прыжок один на пол прыжок так а здесь как он просто с гранатой с одной а из оба зуб а даже не сова ну то есть вот не знаю вот я не хочу плохого про карту не не хочу ничего плохого сказать про карту эффект 52 и 8 еще на 2 секунды раз пошел пошел не забыл бы ну но было бы тогда в связи с одним путем проходили тоже интересно здесь он сколько раз нет такая она разная почему не потому что маппер так сделал хотя ну в том числе маппер позволил так как бы тебе раз по-разному проходить но тем не менее остается недосказанность что внизу вот здесь об например но я без оба ты не пройдешь просто по-другому да но если ты или что какой-нибудь например и ты вообще не шаришь типа а тут тебе хотя бы напишут что внизу об и ты хотя бы будешь знать например что что спросить у людей типа а как вот или что погуглить например да если ты там играешь сам как оба делать и так далее что это кнопки непонятно что здесь внизу есть об тоже не по и даже эффект без оба проходил ну такие вот моменты какие-то это очень странно так не 2 до 4 секунды демка эффекты очень странно 1 попавшийся что ли то слал или он просто может в цепи очень ну в смысле он в кутрии просто поиграл тассо а именно на результат цепи 51 и 0 у него поэтому ты пьем тоже так себе вроде кажется вообще не знаю так про кнопку знал хороший грамм про я хорошо что-то всего ой один только словил 2 просто упустил и пользовал может он так и хотел уж что вы все равно 2 не нужно так ну гранат здесь сразу наверх тоже интересный вариант кстати что ты одну кидаешь рядом с кнопкой и пока она взрывается по своему таймингу 2 граната в это время летит наверх и приземляется прямо в кнопку и типа получается хороший тоже тайминг ну в общем отлично вот эти вот моменты это всегда приятно смотреть когда люди что-то такое не самое обычное доход не самое дефолтное решение 57 57 57 пью 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 так как много скорости на нояи я долгое переключение плазмом что то есть раз-два-три стеночки чуть-чуть запоздал с приключением пропустил несколько плазмин и кроме вертикальной скорости плохо получилось ну так неплохо шансе 10 и ракеты плазминка правой стенке три четыре прыжка вот одна ракета кстати нормально из-за того что у них было больше времени на переключение плазму он сразу с ракеты начал плазмить поэтому мне показалось моппер немножко не совсем правильно чтобы сделал то есть правильно надо было или высоту чуть побольше делать чтобы именно твоих был либо давай просто одну ракету и людям и было бы проще так 48 через переднюю стенку стандартное прохождение таких углов ну то есть рокет набираю наперед стеночку потом ты его ловишь делаешь два икса потом отстреливаешься то есть на многих картах такая штука есть и она принципе логично одинаково через и проходится окажется ну почти почти он слишком рано прыгнул подпрыгнул бы чуть-чуть попозже и было бы отлично ну да он немножко с таймингом запоздал и мог бы с одной бронаты наверно хотя я не знаю можно как с одной бронаты наверно первый ракет не очень вот от боковой стенки плазминка пошло качество пошло качество все сейчас будем офигевать три прыжка со мной ракеты эх приземлился чуть-чуть подальше заплазмил пару плазминок было бы лучше очень поздно выстрелил мне кажется и очень хорошо словленные гранаты не знаю очень многие проходят гратор не страта вверх ну видимо шкат дефолт даже странно я так вообще никогда не взял к из-за 45 и 8 ракет ракет 2x стандартный уголок прохождения здесь тоже четыре пушка нет три из трех пушков допрыгнул тоже перепрыгнул уголок хорошо он наверно с овом что нет кстати нормально граната и нормальных прохождение насколько он быстрее на 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 700 уже пошли 45 и 0 кет ракет ракет из двух ракет нет три использовал и здесь ему с плазма придется дальше проходить раз два три с трех допрыгнул здесь лишний прыжок приходится делать и здесь краешка чуть-чуть чуть чуть не уцепился и хорошая ловля ракет из германии динмарк или как а то динмарк это знания а где это дочь почему тебя не то шну дочь она так как читается пишется делать делать ну код страны где или гер типа гер англиска отличный вылет отличное прохождение здесь всего вроде бы здесь не делал здесь просто со скользил тоже выбирает это чуть-чуть быстрее чем вспышка да через верх и боковую делал это это немного быстрее чем вы не стреляет потому что раньше касается кнопки poison 43,5 низкая граната отлично он через них даже проходил раз-два-три перепрыгал отлично вот одна ракета из-за того что она ее запретила раньше не пришлось ждать пока долетит до пола с дополнительным прыжком делал да и вот две гранаты как и показал в принципе проходится финиш очень хороший вылет граната хорошо словленная большая вертикальная скорость ух ты очень-очень странное прохождение но очень интересно и тоже ракет использовал как раз до ворота из двух прыжков запрыгивается неинтересно это гранаты его давать возможно кстати она получше потому что у нее дополнительный рокет есть я так даже не думал что можно ну надо чекпоинты посмотреть может и может примерно то же самое как бы тут он ждал немножко гранату наперед кстати две гранаты очень красивые но у них вертикальная скорость была плохо они идеально словились из-за этого он медленно вверх поднимался итак это поп-четыре ууу ууу-уууууууууууууууууууу так себе прохождение все равно давайте посмотрим 43 ракет не а так быстрее мне кажется чем с гранатами и здесь я очень далеко с ракетом летел там можно было толпушка срезать здесь с 1 проходил здесь по-моему высоковато очень подлетел долго не спадал здесь у пользы но очень хорошо вышло что он прямо не сразу вообще мгновенно на рампу кстати записал за до этого было сколько там 44 и 5 по-моему типа того пустина нормальный секунду себе снял так ну что тебя период про кип-оп на 300 пейнтер держу в курсе держу в курсе я я теперь намного больше играл чем в курсе а третий использовал и здесь он идеально и два прыжка ну а чеки смотреть так и очень понятно быстрее быстрее здесь стрельбой вверх мне не понравилось тем вот что сейчас как раз показал то что он выстрел гранатой а потом он не успел переключиться на плазму и у него вертикальная скорость меньше было то есть сначала подлетел с граната потом только у него плазма выкидывалась к сожалению поэтому через низ показал спор пойти ну третье место в любом случае поздравляем про кип-опа молодец 2 и 4 зондер второе место поздравляем тебя зондер я не знаю дает ли этот ракет что-нибудь или то есть сразу стрелять или или нет ну надо тестить надо смотреть чеки очень высоко подлетел потерял там не знаю после хранения зато с 2x хорошая скорость вертикально ну и 1 дельта дельта до 41 7 я по чекам посмотрел у него здесь встреча у меня получилось за двух ракет по моему что он скочил здесь в очень низко пролетел прямо моюсь она хорошая гранаты хороший подъем сорок 1 из 7 качественно так цепи я предлагаю не смотреть вот этих ребят под санкциями давай его хотя бы буквально там 15 сек в чем там дело вначале просто стоял просто интересно или он пытался пройти 40 минут какой-то часть или хотя бы сделаем и мы сразу узнаем чем он занимался сюда пакеты плазмил плазма очень плохо получалось то есть просто полчаса пытался пройти карту из-за того что неправильно угол выставлял прошел пытался с граната перепрыгнуть оп долго не понимал как сделать новичок совсем который плохо пока ориентируется в том как проходить карта вообще а потом он стоял видимо 20 минут все ясно да ладно еще я предлагаю не смотреть вот эти я понимаю в кутри например на цепи мне не знаю вот коза я точно не хочу смотреть ну что вы кутри украшенцам точно дурачь давай к труфу включай давай к труфа эти ребята под санкциями у нас и вроде все да все остальное там нормально так труф полторы минуты ну почти ладно минута 26 петров порядок гранату со старта не совсем было понятно знал ли он про кнопку ну да он выстрелил так как будто он уроки там хотел успеть выстрелить просто странно видимо у него сложилась картина что эта кнопка может для чего-то нужно кроме как я думаю если он сейчас сейчас он ее один раз выстрелил очень понятно будет что он гранатой стрелил так ну здесь да из-за того что чуть поздно нажал кнопку вперед не словил ударился головой второй раз слишком рада нажал сейчас нормально и и из граната пришел проходить ну ничего страшного угол хороший плюс минус да использовал рокет который остался раз-два-три стенки и и на 6 не ну неплохо неплохо узлех минута 18 на этот раз он зацепил старт попозже наперед не закидывал все ракеты использовал мог бы оставить не ну с другой стороны воды и 4 ракет типа че хранить склад что ли ракетный мой слишком выбился слишком рано нажал с другой стороны через гранату а верхнюю рампу проходил с другой стороны как бы вот они сделали здесь кнопку для vq3 да ты стреляешь и перелетаешь почему в цпм нужно делать рамку если оставить в цпм кнопку эту же что это поменяет не знаю потому что видимо сначала сделал рампу потом решил для vq3 чтобы по рампе не прыгать но к я сделал кнопку и так оставил но это лишняя работа ну проще было просто удалить но ты на этой карте это не надо особо тоже чем за минут на две ну то есть вот можно просто кнопку оставить и все rd пивай проходит у нас карту через гранату с ракетами сергей нашел все хорошо и вас пушка он припрыгнул два прыжка запрыгивает вниз головой и ракет вообще не использовал вот была бы здесь кнопка и все и чего это поменяло ничего спейсинг и себе все также подбирай под гранаты наперед смотря когда кнопку номер у нас тоже не с углами как так можно но учится человек учится а прохождение хорошее между прочим не надо так космонавт и вышел из минуты советский космонавт тоже где-то берет просто с гранатами оставила оставил один рокет а сейчас оптенка будет использоваться у меня под себяшка пошла у ее ей спасибо спасибо и 2x не использовал тоже слишком близко всякий я подумал зацепит он прыгать можно чуть-чуть отойти без кнопки я думал попробовать с одной гранаты 1 2 3 немножко промахнулся там по стене но это нормально косяк маппера будем так говорить космонавт не виноват 57 секунд рэйвен из южной джорджи не знал про кнопку вот так вот реально вот и кнопку эту если не увидишь и ты даже не сделаешь 2x получается потому что у тебя скорости не будет хватать это же блин не знаю хотя бы о нифига рисковый парень зацепил на да и не пытался триггер не сцепил эх я еле наверное запрыгнул с рампы и... как может быть просто с одной и чуть-чуть рэновато наверно плоснуть начал не видишь 57,8 нормально нормально 55,1 хэппи в обе физики хэппи играет я думаю что хэппи действительно твой фанат у него и ник как у тебя и в физике пытаются играть так что ты ему плохой пример ты не подавай свои да кстати тоже как вариант почему бы нет ну там на самом деле там очень много вариантов как где можно ракету это использовать все они полезны той или иной степени да очень хорошо кстати очень хороший спуск зацепился к сожалению ох зацепился чуть-чуть я по-моему с твоей депки тоже блин раз когда зацепился тут опять ты вот тут а может это ты его фанат так сына гранаты хочет давай 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 67, 66 немножко да он чуть-чуть с градусами палец пониже бы поставил помыше бы лучше так сергикус 53 7 все читер получается гранат все гранаты ракеты все использовал про кнопку не знал у нас кстати со 100 по кнопку вначале ну про вторую и про первые тоже про кнопки тоже не знал он когда проходил очень странно потому что он написал то что типа не хотел очень слабо очень слабую демку отправлять в итоге каких правил жалко но в итоге у него первая демку у него первая демка была нормальная но без первых двух кнопок их не нашел не видно не знал но они непонятно вообще что это кнопки не кнопки текстурой там маппер случайно текстуру поменял я не знаю это выглядит вот так вот что 30 не будем не будем но это но это неприятно понимаешь это надо хватит себя упокойся так с двух нет с трех пробах до выносы поселки бывает у ю-ю-ю о гб сдел сильно сильно но он без гб не допрыгивал видимо только он запредиктил то что он в точении как он решил сделать внезапно решил гб да да либо рампу не попал с одной гранаты да отлично до верха до верха она я хорошо словил не до верха тоже видишь право по второй не знал да хорошего нужно на всех картах сидеть и искать оба потому что иногда они не да видишь в чем проблема еще что очень мало карт с обами и теледжампами например и люди люди наверно уже даже не знают как теледжампы делать и как оба выглядят типа ну если долго что-то не играешь ты и забываешь а кто-то кто новый приходит они даже не знают что оба например существует откуда им знать если карт нету с обами ну ты их и не ищешь тоже такой момент как бы не ну об не нашел это виноват уже самого игрока потому что как бы что поделать ну да нет я не спорю но со стороны маппера можно сделать какой-то намек ну хотя намек есть в виде плазмы даже лежит плазм любой стороны ты можешь подумать что это просто бэкап что если не залетел вот я есть еще гранаты вот тебе лежит плазма просто залетаете отсюда с гранат ну тоже такое двойственное дымка кстати плохая хорошо кнопку не использовал либо не знал либо забыл с одной и давай 51 из 7 качественно качественно так тоже наверх не забыл я не посмотрел дожди 51 из 7 так нет торнер следующий тювер 54 с ракетой наперед про кнопку видимо не знал задом чуть-чуть поворачивал вес это вес 2 ракеты а когда-то для того чтобы поставить нормальный тайм надо было декомпилить карты чтобы найти все кнопки да кнопки триггеры чтоб посмотреть декомпилить золотое время было очень странное решение с этими гранатами здесь две гранаты да не очень понятно а ну как бы раньше в основном для клипов триггеров и приходилось декомпилить ну я и говорю только в радианте можно было и посмотреть да и там же можно было посмотреть кнопки там всякие как да да всякое вот а сейчас так клипы триггера можно просто включить стало меньше все ясно да люди думают а нафига декомпилить и так все видно 485 да уже до слова такого даже не знает никто декомпилить мы вот говорим про это а в комментариях напишут на языке непонятно что что это такое как декомпилить карты так ну неплохое начало кстати перепрыгнул яму с плазмой очень хорошо было бы скорости побольше он был вложить сразу вниз кстати не 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 чтобы не слететь на жунках скорости на автомобиль прям не знаю без гб прям очень тяжело я хотел сейчас как раз сказать то что он проходил за воротом после плазмы и вот таким вот образом там с одного прыжка очень тяжело там упасть можно можно да наверное можно но там отбирают там же отбирают да ну перед перед ямой да и чё и тот же что так спейсинг то меняется как он чуть-чуть меняется все равно ну смотря какой плазмотжам сделать сейчас посмотрим в денте может кто-нибудь запрыгнул с плазмотжам да может кто-нибудь 48.1 да нет вариантов там много надо просто снимать как-то опа два с половиной икс да фактически очень хорошо скорость у него 1395 из двух прыжков далековато немножко упрыгал о ладно полтора икс получился в основном одна ракета 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 ну да лишний прыжок получался на этих рамках немножко смущает то что в русском языке ракета она в английском ракет тупо ну да не до хотя как ракет ракет какого подождение какого рода ракет в английском ну друзья английский даже закулись ну какого рода ракет хи разве ну она так короче 48.0 cute bonds поехали так ракета от стены по кнопку не знал к сожалению нет 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 я не знаю как это смотреть народ плов не Да, завернул неплохо. С одной и краната залетал. То есть, как бы он и не ждал, вроде это быстрее. И с оба проходил. Очень хорошо, кстати, вылетел. С оба. Очень качественно. Так, как раз мы почти, почти уже на последней страничке демок. Волкануэт, 45.8. Ой, 45.4, не подожди. Да, вот. 45.4, Волкануэт. А, рокет, мужской рот. А, это во французском. В английском? В английском не написано. Так, можно в этом угол трансляторе посудить. Он разве там рот пишет? Так, он как будто бы, да, у меня такой шок, он вроде как пишет. Там где-то таким полупрозрачным шрифтом, где-то там писать. Я не уверен. Зачем-то дверокю две канаты кидал вверх. Не очень понятно зачем. Возможно, как-то для внутреннего тайминга ему так попроще было. Ну, или что-то такого. Нет, не пишет. Непонятно. Нигде. Он пишет транслит и пишет определение. Ну, и ладно. Да, да, да. Ладно. 45.3 гемурок. Ну, кто знает, ребята, пишите комментарии. Ну, вроде так, как у него кончание на А. Не на А, может быть, женского рода. Ну, на А, это в русском. Он не сказал, ладно. Очень высоко подлетел, потерял, мне кажется, много времени. Он может, хотел именно рампу зацепить. Голова дарится, да, можно даже. Заодно и гранаты. Очень хорошо словил. Правильные углы. И заплотнил на самом верх. Да, заодно и граната наверх залетается, если хорошо выставлять углы. И вовремя разворачивается. Волю Пополиниус. Да, 3x. Отлично все получилось. Плотсма. Здесь он просто с прыжка. Две ракеты. 2x. Высоковато, но зато сразу на нижний рамп завернул. Эх, лишний прыжок взял. Лучше бы соскользнул с краешка. И здесь на рампу очень неудачно приземлился. С одной. Как он так быстро вниз? Не знаю. А что-то ГБ получился? Что-то я не... Не как-то... Не знаю. Крэзи Холл. Скотланд. Крэзи Холл. Из Скотландии. 44-5. Шотландия? А не Скотландия. Да, Скотландия. Эх. Очень как-то вылетел. Одна ракета осталась, да? Да нет, он использовал ее. Да. Да? Разве? Да, он... 2,5 на ИКС. И там 4, да? Я уже это... Я уже плавлюсь. А не завернул тупец. Рампу использую. Да, на рампу не попал. Тупо вороты в целом хорошие. Добавил джон. Хорошие. Гранаты наперед. С одной гранатой. С обом. Да, с обом. Не финиш. 44-5. Пузиффер, пузо. Слава пузу. Слава пузу. Слава пузу. Чему? Ну, хочешь твоему. Ха-ха-ха-ха. Мне не жалко славы. Да, в 3 прыжка. Но опять же, без гбетов точно я пока не видел, чтобы кто-то допрыгивал. Ну, эффект. Единственный пока, кто сделал гбетом. Очень хороший спуск. Нигде лишних прыжков не сесть. Последний рамп очень, я даже не призывался. Ну да, но в целом эффективненько получилось. С одной гранатой наверх. Очень поздно начал поворачиваться и потерял вертикальную скорость. Он прям два раза за... Он по две плотминки промахнулся. Так, Immortal. 41 секунда. С 2x. Очень хороший 2x. Да, очень высокий. Там 3x вроде бы, да? Ну, как бы, ну, два с половиной. Так бы. Или три. Ну, типа 2,8. Не сказать, что там, прям, 3x. Да? Волл завернул сразу на нижнее. И зацепил немножко правешек. Да. Из лишних что сделал. Немного не по плану все пошло. Да, даблджамп, прыжок. И здесь он будет использовать... 2 гранаты. Да. Вот как я сам вначале показывал. Угу. Таймингом первой гренки. 41,1. Так, альфа из UK. 40 секунд. Извинь-ка. Здесь все хорошо. Заворот у него. Просто сплотно дампом. Ну да, ну что, еще много скорости порезал. 2x. Очень много скорости здесь. Завернул. А, заспил. Да. Ну вроде не так проблемно, нормально пропрыгал. Здесь у меня скорость очень медленная. Когда ты прыжал. И здесь он. Ну, интересное прохождение, но мне кажется, у стенки было бы лучше. Ну да. И прохождение интересное, но эффективность под вопросом, так сказать. Так. 40 евдевая. Кошаков. 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 Из советских юнионов, стало быть. Советский лук. А, подожди. Или совет луков. Или лук от Афонион. Да без разницы. Это 2x. Он посаевил рокеты или нет? Пропустил. Саевил. А че? Я просто не... Ну ладно. Тоже уже, да, это... Ловишься. Тоже уже не видишь. Смотрю в книгу, вижу фигу. Сразу внутрь. Да, свернул. 2, 3. Просто по всем рампам пропрыгивается и нормально выращивается. Вот, очень хорошо ловля. Всего, что нужно. Гранат. И на финиш. 42. 42. А там, по-моему, нельзя габы сделать. Да. Хотя, я не помню. Там вроде красный был в пол, он расстреливается. А, нет, делается, делается, а я делал. Значит, аналитон. Так, хвоист, 39 секунд. 39 секунд, 39 секунд. Иси, по-моему. Вот, а боковую стеночку. Ну... Я плазма, и здесь у него... Тузманжап. Видишь, не допрыгнул, да. Тузманжап. Но, 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 много скорости потерял еще. Ну, вот именно. Та, что тебе нужно завернуть очень резко. Как-то там, тузманжап попащен. Нифига. Нифига он залетел. И здесь, он зацепил тоже. Да, и две гранаты. Иси, 39 секунд. Так, 33 секунджап. Туз, который не старался лучше. Через пол проходил с тремя ракетами. На самом деле, этот вот... А, это CPM-физика. Да. Знаю, что-то. Здесь CPM-физика, по идее, ракет сейвить и не надо. Потому что его там почти негде использовать. Из-за триггера, который все отбирает. Ну, да. Ну, можно что-то придумать, но, не знаю. Это надо, конечно, опять же, все тестить. Сложно сказать, пригодится, не пригодится. Отлично славил три гранаты. В-2. И финиш. Быстрый вылет. На самом деле, вылет очень много. Правильный вылет. Очень много экономит. Взерб. 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 Просто из ворот. Вот, вижу, на же использовался. Ух ты, на даже. Ну, он прям так узко-узко прошел, надо же. Так так и надо, ведь. Ну, да, но это очень сложно. Ну... Лишни, держав взял. Ты же, ты играешь в игру в 20 лет. Ты говоришь, что-то сложно там. Ну, по крайней мере, у меня в прохождении так пройти очень не было. Но с ГБ все намного лучше, удобнее и все такое. Да, но с ГБ, мне кажется, сложнее даже. Ну, сам проблема ГБ словить с этого, с лета, а не с прыжка. Да. Ладно. 36,9. Вриф. Из Соединенных Штатов США. Ну, помню, как в РУТРАЙФ переводится. Какое-то слово. Раз, два, вот лишний прыжок. И в правую стенку. Хороший 2х. Из 2х ты фазил. И нормальный двухлазмен. А, лишний прыжок взял. Даплджамп, прыжок. Он, видимо, понял то, что он слишком далеко встал от стеночки, поэтому второй ракет чуть позже. Да, да, да. Мне тоже показалось, что он как будто просто адаптировался. То, что получается. Так, 36,8. Рейнфаер. Рейнфаер. Саус Африка. Хорошие ракетки. Хороший выстрел. Хорошая плазма. 1500. С плазмоджампом. С плазмоджампом. Вот, смотри, визи с плазмоджампом. Да, нормально. Давай не используем. Но для этого нужно вылететь очень хорошо. Ну, конечно. То, прочно с плазмоджампом. О, головой отбился. Да, но я думаю, что это не особо. Здесь нормально. Не знаю, вылетит, по крайней мере, что быстрее по рампам именно вылететь. Или вообще как? Ой, это очень хороший гранат славил. Очень хорошо. Но вылетел не очень хорошо. Может быть, на 200 бы побыстрее было, если вылетел. У меня зацепился провод наушников. За что? Я не понимаю. Давай, next. Руки. Руки. Руку. Это много сквозь, и 1200 после плазминки. 1700. Да, и здесь точно много прыжков сделал. Очень большой был. Получился из ворота. Так себе 2х. Но здесь вроде нормально завернул. А соником, кстати, играет. Да, я слышал. Хороший вылет. Неш. Все хорошо. Кио из Финляндии. Кио? Или как Кио? Ну, Кио. У него Y и второй лишний, по-моему. Ты сказал, что он лишний? Ну, в смысле, он пишет его просто, типа, видимо, что красивее выглядело. И что? Вообще, ГБ и плазмоджамп еще добавил. Тут плазмоджамп, по-моему, немного нет. О, отличная. В высоте получилось. На рампу. Зацепил пол, но ладно. И здесь он будет через, наверное. А-а-а! Вот. Ух ты, отлично. Ой, вылетел он не очень хорошо, на самом деле. Рампу вообще не зацепил. Из-за того, что он ракету наперед запустил, он на лобово быстрее не получилось. Ну, гранаты, то есть. Ты что-то сегодня путаешь ракету с гранатой? Да-да-да, путаю. Давай, плей. Да-да-да-давай. 34, 8. Дельта. Из Францляндии. ГБ с гранатой, между прочим. Я не понимаю, правда, зачем? Это все было. Это не ГБ было. Это что? Это просто была граната обычная. Ну, это ГБ был за гранатой. А, ты-то у нас вторая? Да-да-да. Вторая граната. Ну, он тоже непонятно зачем. Это бы есть. На рампу все попался. О, про-про-про, перепрыгнул все, что нужно. Да. Эх, долго целился. Но зато словил их почти идеально. И углы хорошие. Да, и хорошо вылетел. 34, 8. Так, пятое место. Рейн. Рейн. 4, 6. Из твоей страны энтер, между прочим. Так, ты ракеты хорошие. Нашел кнопку, нормально завернул. ГБ сделал и перепрыгнул уголок. Видишь, там даже если плохой вылет и делаешь ГБ, нормально все получается. Не, ну, конечно, ГБ там очень сильно помогает, но... Я их с уголок зацепил. Это не самый простой ГБ, который можно делать. Особенно для... Не очень укусных игроков. Две гранаты наперед, отлично сломил. У нас же специально притормозил. Надо же... Да. Видимо, другие углы для приземления. Но у меня как-то вообще не получилось нормально прицелиться. Слышно, таким же временем, кстати говоря, ауру. И словакляньди. Словакия. Ну да. Без ГБ, ой, 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 лишний прыжочек. Да, просто. Масей. Да, постой, все вот так взял ее. Все, нету. Девки, тяну и себе забыть. Очень хороший спуск, сейчас все пропрыгал. Тоже две гранаты наперед, тоже поперназил, хорошо словил. Два, три и... И... Нормальный. 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 Нормальный вылет. А ко мне версия? КГ, посмотри-ка, у меня версия. КГ. А подожди, у меня. Зачем? А или что? 1,90, 95. А уже 27 играют. А, то ладно, 27 вышло? Да. Я не помню, как это у меня. Так, ладно, третье место, с газа. Я потом разберусь. А. Это у меня тут, ты фраг старый просто. Два, да, три рокета, ползминка. Да, очень много скорости. Ах, ГБ не получился, поэтому лишний прыжок. Да, он его просто, просто ползминку выстрелил. Низкий залет, нормально. Перепрыгнул в уголок, здесь запрыгнул. Вроде все хорошо. По-моему, он специально здесь гаги делал, чтобы... По спейсингу себе, чтобы попасть. Как надо. И хороший вылет. И 4, и 6. Я не заметил, он зажал, прессит там или нет. Там, не знаю, я тоже не заметил. Ну, там светло. У окна светло, так не увидишь сразу. Ну, я подумал, там сейлбак какой-нибудь поделать, потолком прострелять. Ну да, но там... Ну, можно, но тогда надо держаться либо лево, либо право, либо края, потому что там окно, без випон клипа наверняка. Поэтому, да. Ладно. Трое место. Undead, enter. Ну, а почему у тебя тут undead, а там... Там я демку записывал это в начале недели, а то в конце недели. Я заметил то, что у меня death name неправильное только потом. Да, ты ж какой. Ну, у меня я просто defrag. Другой этот пак использовал. Полузаметил. Ну, ладно. 33,6. Второе место. Поздравляем тебя, enter. Молодец. Сейчас посмотрим. Хороший 2x с тремя ракетами. Много скорости. ГБ. Хорошо. Два пушка. По правой стенке. 2x. Нет, 1x. 1x. Второй пирал. Плохо. Первая ракета сама стоит. Зацепил пол. Хороший поворот. Хорошая скорость. Сразу гранату пускаем. Вот, идеально. Все по спейсингу. Хороший подъем. Хороший вылет. 33,6. У-у-у-у-у. Ну, тут было несколько помарок. Это 2x. Ну, когда ракет вниз я стрелял, я его плохо словил. И зацепил пол чуть-чуть. То есть, в принципе, нормальное прохождение хорошее. 33. У меня до этого было 35 и что-то там. Так, гоблин. 30 секунд. Что за гб? Я украла. И вот здесь вообще как-то... Да, гб-заренки. Интересный способ. Еще 200. Здесь он тоже гб делал. Да, и через левую стенку. Здесь он вообще наискосок решил. И здесь он на один рокет больше сыграл. Правда, и да, и я его использовал. И здесь не зацепил пол. Все отлично пройдено. И здесь он на прыжок раньше делал. В общем, очень хорошее прохождение. Все супер. Поверяем. Ура. Ура. Так, переходим в браузер. Медленно не будешь смотреть? Ну ладно. А медленно думаешь посмотреть? Ну, я не знаю. Ну, там нечего прям рассматривать, мне кажется. А. Окей. Мне так показалось. Так, ну, в общем, что? 23 демки в К3, 37 цпм. Из цпм и в К3 мы сразу вырезаем коза. Потому что он отправил какую-то фигню. Значит, 29 демки и 36. А? А, ты, видимо, мне. Только и грутостно. Окей. А, ну, не, давай я тебя быстренько. Не сложно. Окей. В общем-то, вот такие вот результаты. Топ-3. Топ-3 фпс у нас. В К3 энтера подвинули просто. Ну, а цпм энтер держит все под фпс и пока что сзади. Этим паровозиком друг у друга там эти дым. Ну, это ладно, не будем. Ну, в общем, сейчас у нас идет третий раунд. Закончится он уже завтра. Держу в курсе. Обзор будет? Давай, давай договоримся сразу. Давай. На камеру договоримся. На камеру? Когда обзор, да. Когда обзор сможешь? Так. Я в среду. В среду, окей. В среду. Вечером. Затюшим. В среду или четверг? Давай вот так. Так в среду или четверг? В среду или четверг. Я пока не знаю точно. Это слишком далеко загадываем. Я не знаю. Окей. Вот, в общем-то, карта от эффекта. На мой взгляд, карта неплохая. Сделана в качестве. Да, карта с кучей пушек, с кучей... Ну, не то, что куча. Там в основном... В основном ракетран получился, но вообще карта интересная. Да. Ну, нету, как мы видим, ни гантлета, ни машингана, да, к сожалению. Не пострелять. Ни с перчатки, ни с пулеметикой. Не поделать. Да. В основном прохождение гранаты там вообще не нужны. Там просто они как эти... Ну, в общем, играйте. Интересная карта. Это хорошее. Вы чувствуете еще такое. Да, и не забывайте, что нужно скачивать. Если у кого не скачено, кто-то первый раз играет, еще что-то, вот здесь есть правило. Можете ознакомиться с полными правилами. Можете скачать себе конфиг со всеми настройками. И обязательно читайте везде, как его пользоваться. Вот. Да. Ну, в общем, все. Всем всего хорошего. Ждем демок. Будем обозревать. Да. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Пока.